Что такое компрессионные синдромы? Нет рефлекторных синдромов, есть скрытые компрессионные синдромы. Компрессионный синдром лечится таблетками. А между мышцами поясницы проходит множество нервов, которые сдавливают и дают болевые синдромы. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы, как всегда, говорим о прикладной генезиологии, о ее возможностях и перспективах. Сегодня говорим о компрессионных синдромах. И у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук Людмила Федоровна Васильева. Людмила Федоровна, здравствуйте! Добрый день! Объясните нам простым языком для обывателей компрессионные синдромы. Что это? Компрессионный синдром – это синдром издавления. И всегда считал, что синдром издавления дают онемение, воспалительный процесс и стреляющую боль. И всегда это лечилось как воспалительный процесс. И никто не предполагал, что с давлением может происходить без воспалительного процесса. Но самое важное – разделили все болевые синдромы на синдром издавления компрессионные и синдромы рефлекторные. Это грубейшая ошибка, уважаемые друзья. Нет рефлекторных синдромов, есть скрытые компрессионные синдромы. Что такое скрытые? Это когда человек лежит в покое, у него все рефлексы сохранены, а как только он встает, возникает боль. Потому что нервы проходят между мышцами, сосудами, связками и часто в процессе сокращений сдавливаются. Но только в процессе нагрузки появляется компрессионный синдром, который отдаёт рефлекторную боль в отражённых мышцах. А мы его лечим как рефлекторную боль, назначаем обезболивающие, растягивающие, расслабляющие, жаропонижающие, противовоспалительные и даже антибиотики. Мне, как человеку непрофессионалу, кажется абсурдным, что компрессионный синдром, то есть сдавление нерва, которое может происходить, наверное, мышцами, мы об этом ещё поговорим, лечится таблетками. Таблетками, которые снимают воспалительный процесс. Возможно, я вот попытаюсь сейчас защитить тех, кто это делает, возможно, они не знают, что это компрессионный синдром. Есть боль, которую снимают обезболивающими препаратами, либо антибиотиками. Как понять, что эта боль связана именно с компрессией нерва? Дело в том, что если боль меняет свою интенсивность в зависимости от переменной положения тела пациента, это не воспалительная боль. Вот это очень важно понять. Если боль имеет результат как воспаление, от того, что стоите, ходите, сидите, лежите, всё равно будет одинаковая боль. И она сопровождается отёком, покраснением кожи и мышцы, и повышением температуры. Если вы имеете только боль, которая возникает только в конкретном положении тела, надо искать, почему в этом положении тела возникает болевой синдром. Это, скорее всего, скрытые болевые синдромы. То есть если у человека, мы сейчас говорим об обывателях, которые нас могут смотреть и слушать, возникает боль в положении сидя, например, боль в пояснице. От длительного сидения. Это может быть компрессионный синдром? Конечно. Наиболее часто, когда человек сидит, он растягивает большие ягодичные мышцы. Таз растягивается, расслабляется и перегружается в квадратные мышцы поясницы. А между мышцами поясницы проходит множество нервов, которые сдавливаются и дают болевые синдромы. Сейчас существует повальное увлечение таким вопросом, как грыжи межпозвонковых дисков. Компрессионные синдромы и грыжи как между собой связаны, либо это совершенно разные заболевания? Это совершенно разные заболевания. Грыжи – это грыжи, которые растополагаются в межпозвонковых отверстиях, которые появляются, потом исчезают, увеличиваются, потом уменьшаются. А компрессионные синдромы – это наиболее часто сдавление нерва между мышцами, между связками, особенно половой нерв. Мы будем об этом много говорить, потому что сейчас репродуктивная система, наиболее часто востребованное заболевание этой системы, лечится неизвестно чем. Я даже не буду говорить, Максим, что вас не травмировать. Я не буду говорить, я могу сказать, что именно половой нерв проходит между сакротуберальной связкой и мышцами таза. И там принципиально сдавливается, нарушая, вызывая эрекцию, нарушая гинекологические заболевания. А мы все тупо лечим воспалительные процессы. Людмила Федоровна, как понять обывателю, что это возможный компрессионный синдром, я уже понял. Изменение положения тела, если вызывает изменение боли, скорее всего, компрессионный синдром. А как специалисту, который владеет большим набором инструментов, дифференцировать, что боль у его пациента действительно связана с компрессией? Для этого нужно научиться мануальным мышцам тестирования, то есть определять, как реагирует мышца на сопротивление в покое или под нагрузкой. Можно даже проверить элементарный рефлекс разгибания большого пальца. Если у пациента лежа разгибать большого пальца в нормотонусе, а в положении 100-й резкой гипотонии, вы имеете дело со скрытыми компрессионными синдромами. И тогда болит та мышца, которая перегружается, а компенсаторно включаясь в движение. Уже пора перейти к пониманию нормальной физиологии. Когда сдавливается нерв, иннервируемая мышца не работает. А работают компенсаторно перегруженные мышцы, дающие болевые синдромы в разных регионах человеческого тела. И мы тупо, гоняясь с иголкой обезболивания за этими болевыми синдромами, часто вредим телу пациента. Это очень важно понять. И современный уровень медицины это доказывает. То есть речь идет не только о боли как таковой, но и об отключении тех или иных мышц, которые иннервируются нервом, которые сейчас находятся в компрессии. Не только мышц, но и сосудов. Не только сосудов, но и внутренних органов. Потому что рядом с соматическими нервами проходят вегетативные нервы. В частности, половой нерв, он имеет и соматическое происхождение, и вегетативное симпатическое, и парасимпатическое. И издавление этого нерва вызывает массу заболеваний патологии внутренних органов, которые лечатся отдельными специалистами. Вы понимаете, какой ужас? Органы лечатся отдельными специалистами, суставы лечатся отдельными специалистами, мышцы отдельными специалистами. А где человек? Мы потеряли человека за этими факторами. Разделяя человека на составные части, мы теряем самое важное – то, что его объединяет. Это функциональные связи. А это можно будет понять только из-за чайки прикладной кинезиологии. Если у человека есть нарушение пищеварения, либо нарушение, скажем, в сосудистой системе, это тоже может быть связано с компрессией? Дело в том, что грудобрюшная диафрагма иннервируется диафрагмальным нервом. А вместе с ней проходит вегетативный блуждающий нерв. И когда возникает грыжа пищеводного отверстия, ущемляется желудок, сдавливаются оба нерва, и вы получаете нарушение не только грудобрюшной диафрагмы, но и нарушение пищеварения. Это всегда тесно связано друг с другом. Потому что соматические нервы вегетативно-неусловно разделены. И мы с вами будем разговаривать о том, как разделить соматическое поражение, вегетативное поражение, когда их объединить и когда их разделять. Друзья, у вас будет уникальная возможность изучить все эти техники, методики, диагностики и самое главное – коррекции компрессионных синдромов нижней конечности, нижней части туловища, тазового и поясничного регионов на уникальном авторском семинаре профессора Васильевой, который пройдет в онлайн-формате уже в марте месяце. Кто может принять участие в этом семинаре? Какие специалисты? Все желающие могут посмотреть, и каждый может для себя найти что-то очень важное и полезное. Потому что специалисты, которые имеют уровень медицинского высшего образования, получат достаточно материал по диагностике, по клинике, по коррекции. Те, кто имеет средневедицинское образование, получат варианты, как можно миофасциально помочь пациенту. А для простого человека будет важно понять, к какому специалисту ему необходимо идти и как самому себе помочь восстановить хотя бы восстановление функций полового нерва. Это уже будет большое счастье для каждой из этих трех групп. Дорогие друзья, если вам интересно обучение у профессора Васильева, сейчас появилась возможность не приезжать куда-нибудь на край света, либо с края света на семинары, чтобы встретиться с этим продающимся учеными, экспертами, врачом, сейчас вы можете это сделать в онлайн-формате. И в марте, напоминаю, пройдет онлайн-семинар по компрессионным синдромам. Вы можете присоединиться, чтобы это сделать. Пожалуйста, напишите комментарии под этим видео. Мы с вами свяжемся и ответим на все ваши вопросы. Мне будет помогать ассистировать один из ведущих специалистов, нейрохирург по образованию, нейронатолог Николай Александрович Волынкин, который более 40 лет занимается компрессионным синдромом Филингранна. Он знает каждый нерв, который проходит не только у взрослого, но и у ребенка. И он поможет практическими навыками. Мы будем вместе заниматься поиском диагностики и выявлением наиболее важных феноменов при скрытых компрессионных синдромах. Это очень важно, потому что явные компрессионные синдромы описаны. Скрытых вы не найдете в интернете нигде. Только на этом семинаре. Только результат нашей кропотливой практической работы в работе в течение 40 лет. Ну и, конечно же, на семинаре предусмотрены клинические разборы пациентов. Интересные разборы, когда приходит пациент с конкретной болью и с чего начинается полный алгоритм диагностики коррекции вплоть до результата. Друзья, этот семинар действительно уникален. Чтобы принять участие, напишите под этим видео комментарии прямо сейчас. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова